Добрый день! Добрый день! Добрый день! Это, прежде всего, люди, которые в нем живут. И чем люди интеллектуальнее, здоровее, культурнее, интеллигентнее, тем эта нация сильнее, и тем эта нация может создавать новые продукты, которые интересуют не только общество и ту страну, где эти продукты создаются, но и интересуют весь остальной мир. Мне кажется, я буду немножко сбиваться на Москву и на Россию, потому что все-таки я считаю, что уклад жизни в Москве и в других регионах России – это две разные вещи, в чем-то схожие, в большинстве не похожие друг на друга. Мне кажется, что Москва – это очень креативный и творческий город. Креативный не только в плане культуры, педагогики, музыки, психологии, но креативный во всем. В Москве люди думают чуть быстрее, по-другому, и большой город навязывает такие правила игры, что каждый день тебе нужно принимать те или иные решения, начиная, если ты водишь автомобиль, по какой дороге ты поедешь на работу, потому что сегодня здесь пробка, а здесь нет, заканчивая, куда ты будешь водить своих детей, как ты будешь тратить деньги, в каком районе ты хочешь жить. По моему глубокому мнению, креативность – это умение мыслить по-другому в заданных обстоятельствах. Ни одно поколение москвичей живет в этом городе, приезжает из других регионов. Я сам изначально не москвич, когда-то давным-давно, после института, я переехал из Нижнего Новгорода в Москву и уже ощущаю себя москвичем. И поэтому сам город и те обстоятельства жизни, в которые мы живем, они нам заданы. Мы, что бы ни делали, у нас всегда 4-5 месяцев зима, то снегопад, то гололед, то вдруг все растаяло, потом опять замерзло. Это продолжается на протяжении жизни моей, моих родителей. Я уверен, что дедушка и бабушка мои, если бы жили в Москве, то же самое на себе это ощущали. Так вот, поэтому чем мы креативнее, тем мы свободнее в мышлении, в создании новых смыслов и идей, и тем, на мой взгляд, мы сильнее, как нация. Потому что любой опыт исторический развития нашей страны, будь как внутри, если смотреть, смотреть на тех людей, которые уехали за рубеж или уезжали на протяжении последних даже двух веков, это все люди талантливые, креативные, мыслящие по-другому, умеющие придумывать, умеющие создавать. Ну, я вернусь к нашим делам. Вся моя карьера в мэрии Москвы началась с парка Горького. Я был там когда-то директором. В марте 2011 года меня назначили. До этого я работал депутатом Государственной Думы. Уговорили. И это, может быть, был один из самых счастливых моментов в моей жизни, когда я работал в парке. Тоже немножко отойду, потому что у парка, как у любого, вот как у этого университета, у него есть периметр, за который ты отвечаешь. Где, если у тебя есть ресурсы, возможности, и если есть принципиальная позиция, хоть какая-то, она может быть правильная, неправильная, ты можешь сдерживать давление, нельзя сказать, что государство, здесь это в большем объеме, государство, общество. То есть ты можешь что-то улучшить так, что это тебе сделать легко, а жители и граждане замечают, что это вроде де юра Москва, а де факто нет. Хотя ничего особенного не произошло. Это очень заметно стало именно сейчас. То есть если вот рассказывать, что мы сделали такого особенного в парке Горького. Мы отменили платный вход в парк. Сейчас это уже отчасти, может быть, даже выглядит смешно, потому что сейчас во все парки города бесплатный вход. А четыре года назад вход в парк Горького был платный. Почему он был платный, никто не помнит, никто не знает. Часть людей все равно лазила через забор, потому что в парке Горького 17 входов. И финансирования парка хватало, чтобы контролировать только главный вход, где ты мог билет. Остальные все равно заходили с Ленинского района или через Ленинского проспекта, либо из Нескушного сада. Но платный вход в том же плане был. Доход этот платный вход переносил, по-моему, 7 миллионов рублей в год, плюс еще какие-то мероприятия. То есть парк зарабатывал 11 миллионов рублей. Последние два года парк зарабатывает 700 миллионов рублей в год, не взимая в плату за вход, работая круглосуточно и оставаясь таким же парком города. Когда мы проводили какие-то опросы в парке, когда начали заниматься, то у населения, как правило, у жителей, и у нас с вами, у нас нет представления, какой должен был быть парк. Там было всего основные совпадения, больше 80%, люди хотели всего две вещи. Освещение, то, что у граждан ощущение, что если светло, то безопасно. Хотя мы с вами знаем, что не всегда это так. И чистые туалеты. Больше люди не формулировали ничего. Что вот нам большинство людей не могли ответить, нужны аттракционы или не нужны. То есть люди хотели всего две вещи. И когда стали эти вещи появились, а как мы с вами понимаем, что сделать их достаточно легко, ну просто восстановив освещение, сделав отопление в туалете, наняв дополнительное количество уборщи, то есть это совершенно элементарные вещи, которые может сделать любой. То и жизнь в парке постепенно начала меняться. В парке появились новые кафе, начали проходить фестивали, появились первые сообщества. Наша вообще задача по парку была, что парк должен отличаться от любой городской территории. Он должен быть чище, безопаснее, веселее, интереснее. И в нем должно быть меньше столичной суеты. Мне кажется, что нам это на начальном этапе удалось. Также основная проблема парка, вообще основная проблема города Москвы, которую сейчас усиленно и во многом успешно решают, что очень длинная зима. Зима в Москве скучная, холодная, не солнечная. Но при правильном ее менеджменте, извините за такое слово, зима становится конкурентным преимуществом. Я глубоко уверен, что если делать большие интересные зимние фестивали, то туристов может приезжать в Москву больше, чем летом. Потому что летом везде хорошо, а зимой сложно где-то найти какие-то активности, где есть белый снег, где твоя задача тепло одеться и ощутить вот это морозное или утро, день или зимний вечер. Поэтому мы первые, кто в Европе, это я официально говорю, сделали большой каток с искусственным льдом, который стал, ну мало того, что самый большой в Европе, мы к этому не стремились, мы просто делали количество дорожек, но стал одним из самых популярных таких зимних аттракционов города Москвы на тот момент. Сейчас, как вы знаете, фактически в каждом парке есть катки, мы их тоже сделали, это и в Сокольниках, и на ВДНХ, и в Измайлово, и в маленьких парках. То есть их суммарное количество сейчас более 120, по-моему, в каждом районе фактически есть эти катки. И это как-то оживляет, стало оживлять жизнь парка. Туда стали появляться, там стали появляться новые молодые активные люди, которым там было не скучно, и которым та стилистика, которую мы делали, она как-то стала востребована и приятна. Хотя, еще раз повторюсь, на начальном этапе никто не мог сформулировать эту стилистику. Вообще, в своей всей работе регулярно мы основывались на социологических исследований. В той или иной форме мы опрашивали просто население, опрашивали молодежь, студентов, пенсионеров и многое-много их других москвичей, включая людей, приезжих. В 2012 году мы сделали, у нас было такое учреждение, оно осталось, Московский институт социально-культурных программ. Он создан еще, по-моему, Надеждой Константиновной Крупской. И у него большая статистика и большая база. И поэтому мы в 2012 году задали вопрос, насколько успешно проводима нами культурная политика. И мы можем определить эффект преобразований. Там был такой заметный вопрос, как москвичи предпочли провести полдня свободного времени. То есть там был совершенно прямой вопрос, что вы будете делать, если вот вы узнали, что сегодня работу отменили. Вы пришли на работу, а сегодня сказали, знаете, сегодня выходной, в силу каких-то причин. На тот момент большинство людей отвечало, что они вернутся просто домой. И только 5, по-моему, процентов отвечало, что они хотели бы пойти куда-то по другому маршруту. В конечном итоге, как вы видите, эти цифры совершенно изменились. И нам удалось увеличить, если так можно сказать по-научному, орел обитания москвичей. Ведь по всем статистикам, которые мы пока смотрели, и анализу пользования сотовых связей, нам сотовые операторы это давали, такая незакрытая информация, как потоки распространяются. Каждый из вас, включая меня, знает территорию города Москвы 5-7%. Мы живем по городу определенными маршрутами. То есть вот я сегодня приехал сюда, я здесь не был никогда, и даже, может, уже и не запомню, как ехать второй раз. Но это я увеличил свою территорию обитания. Я никогда здесь не был. И моя задача была, и вообще задача, на самом деле, Департамента культуры, расширить орел обитания москвичей. Что мы говорим, а вы знаете, а вот есть парк Горькова. До этого же в парк Горькова никто не ходил, там была какая-то статистика, это по билетам. Это было, по-моему, в первый год якобы ходило 3 миллиона 400 тысяч москвичей. Когда мы в первый или второй год через парк Горькова прошло 18 миллионов москвичей, это значит, понятно, что эти люди, у них в их культурной карте или в карте города Москвы парка Горькова не существовали. Ну, понятно, что есть станции метро, понятно, что мы мимо распроезжали. Но что-то мы туда не стремились никогда. Также такой же недооцененный актив до сих пор, мне кажется, в Москве это Красная площадь. Потому что мы все про нее знаем, мы все видим, мы иногда даже мимо Манежной площади приезжаем. Но вспомните сами, как часто вы были, хотя это главная площадь страны. Поэтому любая задача, что бы мы ни делали, это задача увеличить орел обитания, так вот, птичьим таким термином, москвичей. Задача, что если мы создаем какой-то театр, что туда пойдет новая публика, люди узнают, что существует новый активный, интересный проект, которому как минимум для начала стоит приглядеться, а дальше, если понравится, ходить туда на регулярной основе. Дальше основная проблема, которая осталась на самом деле от Юрия Михайловича Лужкова, это большие помпезные государственные праздники, которые День Москвы, праздник пива, он же тоже был такого формата. И здесь можно про это уже сейчас вспоминать с иронией, но если ты поработал в департаменте культуры какое-то время, ты понимаешь, что даже те действия, которые Юрий Михайлович осуществлял, и просто шлое культурное руководство, тоже понятно, зачем он это делал. Ему важно, как мэру города, было поднять статусы Москвы, и Москва всегда, а тогда еще больше была богатым регионом по сравнению со всей Россией, и важно было ему создавать новые символы. Вот символ День Города, вот Дом Музыки, какое количество театров Юрий Михайлович построил или открыл, или начал стройку, а потом денег не хватило, я думаю, что он может войти в какую-то книгу рекордов Гиннесс, потому что ему важны были символы, он же очень легко это делил. Вот это федеральное, а вот это я, вот это московский театр, а это не наш театр. Что совершенно, конечно, неправильно, если смотреть через ту логику, которую я придержусь и которую я продолжаю пропагандировать, потому что москвичи, которые живут в Москве, они пользуются, вы не знаете, федеральный этот театр, московский этот вуз финансируется из бюджета города Москвы или федеральный. Это совершенно не важно. Важно, чтобы вы получали ту или иную качественную услугу, и вам хотелось сюда возвращаться, если вы живете или приехали в город Москву. Дальше после успеха я опущу как бы свою личную биографию, как я попал в департамент культуры и готов потом вот это. Мы поняли, что в Москве огромное количество, я другого слова не подберу, как имущества или зданий, в которых совершенно нет жизни. Наверное, туда ходит какое-то количество артистов работать, какое-то количество зрителей. Но эти объекты находятся не только в центре города, они совершенно неинтересны широкой публике. Наша задача была, еще раз повторюсь, увеличить ландшафт культурной жизни города Москвы. Поэтому мы усиленно начали перепрошивать и достраивать те театры, которые остались со времен советского периода и периода Юрия Михайловича Лужкова. Вот так появился электротеатр Станиславского, так появился центр Градского в бывшем кинотеатре, так появился Гоголь-центр. Вот буквально меньше года достроенный геликон опера. Поэтому это совершенно первые понятные наши победы. Почему они произошли и почему они такие заметные, в чем-то скандальные? Вообще Москва развивается по генплану, который утвердил еще Сталин в далеких 30-х и послевоенных годах. То есть там тоже решение по парку Горького было принято Сталином, и ему нравилось быть городостроителем. Но в том генплане Москвы, старом, он 50-х годов на самом деле уже поправленный, там основная проблема какая? Там была логика советской власти. Люди в центре живут и отдыхают. Извините, не живут и отдыхают, а гуляют, показывают. То есть такая открыточная Москва. А работают и живут в спальных районах. Поэтому 86% московской культуры, вот в любом понимании, сосредоточено в пределах третьего транспортного кольца. Мы знаем несколько театров, а вы, может быть, даже и не знаете, которые находятся за пределами. Театр на юго-западе. А все остальное, включая дома культуры, крупные библиотеки, школы искусств, они все находятся в центре города. Там подразумевалось, что люди вот спят, едут на завод. При заводе есть какая-то некий дом культуры, такие как ДКЗИЛ, ДКЗЛК и многое-многое, где человек получает культуру в том или ином виде. Так как Советский Союз развалился, появилась другая экономика, как мы с вами понимаем, часть ДК были проданы вместе с этими предприятиями и перестали быть домами культуры, их многих нет. Часть ДК попали в частные руки, и это некое концертно-культурное пространство, которое просто сдаются под то или иное мероприятие. Часть ДК оказались брошенными, фактически не финансировались, потому что просто на них не было денег, потому что у них, по-моему, на тот момент даже не было городского статуса. Они формально были городские, но подчинялись префектам города Москвы, у которых и так не было никаких денег на другие вещи. Уж культуру они точно финансировали по остаточному принципу. Максимум, на что хватало их креатива, это провести там Новый год, районный день милиции, по-русски пьянку, день работников жилищно-коммунального хозяйства, или в здании этого ДК поздравить женщин, работающих в той или иной муниципальных службах. Поняв, что по старому генплану у нас вообще нет точек, куда мы можем прийти со своими хотя бы ресурсами, идеями, или просто посмотреть, мы поняли, что единственная сеть, которая существует в Москве и покрывает весь город, в силу тоже каких-то причин, которые мне до конца не понятны, как я понимаю, что есть некие строительные снипы, требования. В каждом районе фактически есть библиотека. Даже в новостройках, которые строят, всегда там есть же некие обязательства девелоперов или строителей перед городом, как правило, они хотят строить библиотеку. Для них это дешево. Ну, то есть что такое библиотека? Это стены, а полки и книги вы сами завезете. И хранилище там сами сделайте. Им невыгодно строить ни ДК, ни какие-то другие культурные центры. Поэтому библиотек на тот момент в Москве, ну и сейчас, осталось огромное количество. Поэтому мы поняли, что мы, если хотим сделать какую-то сетевую историю, наша задача сделать из библиотек некую московскую культурную гостиную, потому что в библиотеке люди продолжают ходить. Может быть, в меньшей степени из-за книг, но в большей степени пообщаться, поговорить и, наверное, даже, если так можно сказать, найти своих. Библиотека хорошее, тихое, аккуратное место. Поэтому они потенциально могли бы быть центрами силы. Основная наша задача, чтобы москвичи заметили, что библиотека эта меняется интересная, это стилистически изменить все эти библиотеки. Это сделать открытый доступ к книгам, это сделать компьютер и интернет, это разрешить в этих библиотеках выступать артистам, музыкантам, проводить лекции, то есть расширить любые возможные полномочия. И, как вы видите, мы делали библиотеки, от библиотеки Достоевского на Чистопрудном бульваре до библиотеки в поселке Марьино на присоединенной московской территории или же библиотеки Проспект на Ленинском проспекте около МКАДа. И, вы знаете, это дало свое плюс. У нас появился тот же этот библиотеки Проспект, в нее реально ходило 300 человек в месяц. Когда ее переделали, когда она стала легкая, воздушная, когда там появились курсы английского языка, курсы игры на гитаре, какая-то лекционная программа, и библиотеки стали работать допоздна, туда в первый месяц больше 5000 человек записалось. С библиотеками, кстати, я вспомнил, была смешная история. Библиотеки работали, как любое советское учреждение, с 10 вечера до 6 или 7. В то время, когда все москвичи работают, максимум, кто приходил в эту библиотеку, это приходили пенсионеры из ближайших домов, тоже за общением, или почитать модную глянцевую прессу, что там случилось с Филиппом Киркоровым, или что-то такое. То есть это была такая история. Но это был такой клуб, мы не осуждаем, но когда мы разрешили библиотекам работать с 10 утра, 11, но до вечера, изменив их график, то, конечно, пошла и молодежь. После вузов пошла эта библиотека, же вещь такая дешевая, тебя не выгонят. Там чай нальют, кофе нальют, а все остальное сиди работой. Поэтому библиотеки стали большими культурными плацдармами и в спальных районах, и в любых районах города. Следующая задача, которая перед нами стала, это именно те культурные центры, которые остались, нельзя сказать, что от прошлых муниципалитетов, от прошлой Москвы, а именно были скинуты когда-то лет 20 назад, 15 на баланс города со стороны промышленных предприятий города, которые тогда уже находились в упадке. Это культурный ЗИЛ, центр ЗИЛ, культурный центр Москвич, культурный центр АЗЛК, культурный центр Онежский. Наша задача была полностью их перепрофилировать. Это огромные здания, многие из них очень пафосные, построенные большими архитекторами, они на самом деле находятся под охраной государства. И поняв, что уникальный случай, это тоже показала социология. В домах культуры всегда исторически, мы с вами помним, были кружки, но мы их потом, кружки часть оставили, а часть заменили на образовательные программы, которые имеют спрос. Лекции о современной литературе, конкурсы промышленного и веб-дизайна, компьютерная грамотность для людей, как называемого третьего возраста, для пенсионеров, и многое-многое другое. Почему это произошло? Из этих же социологических опросов, которые мы делали достаточно регулярно, удивительно была следующая вещь, что когда вы опрашивали москвичей, то москвичи из своих личных денег, 7% денег тратят из личного дохода, 7% тратят на культуру, 2% на образование, что для нас было уникально удивительно. Правда, должно говориться, в культуру москвичи вкладывают и поход в кинотеатр, ну и также поход в ресторан. То есть отдохнуть культурно в сознании большого москвичей, это поход в ресторан тоже. И только 2% от бюджета москвичи готовы тратить на образование. Чтобы вы понимали, в любой европейской стране, если взять какие-нибудь Соединенные Штаты, эти цифры будут разительно другие, потому что любой новый образовательный навык, который тебе дает образование, будьте дополнительные курсы, знание языка, увеличит твою стоимость на рынке рабочей силы. В России совершенно не так, потому что у нас все равно еще есть постсоветское пространство. У нас люди на культуру готовы тратить, а на образование они считают, что государство, учи меня, у нас же бесплатное образование, достойное. И это был огромный нонсенс. Но есть люди, у которых в 14-миллионном городе, таким, как является Москва, можно найти приверженцев всего. Есть большие люди, для которых образование для своих детей и для себя является ценностью. И мы поняли, что это просто огромный, интересный не только проект, но, честно, и рынок. Люди хотят научиться играть на гитаре. А куда пойти в Москве играть на культуре? Ты же можешь идти либо на частные курсы, а если придешь, как бывший министр культуры, я вам говорю, в какую-нибудь музыкальную школу, вас выгонят сразу на входе. То есть на тот момент сейчас все меняется, потому что школа хочет взять мальчика, желательно, чтобы он еще конкурс Чайковского выиграл, и так далее. Еще он должен быть одаренный в свои 6 лет и уже с навыками. То есть никто не хочет заниматься. Мы поняли, что дома культуры как раз могут это делать. Где-то за государственные деньги, а где-то они могут это предоставлять как услугу, за которую граждане хотят и могут платить. Огромное влияние, я уж уверен, что на жителей страны, а на жителей Москвы точно, влияют все эти телевизионные шоу. Вот поверьте мне, как начинается какой-нибудь проект на Первом канале или на любом федеральном про танцы, прямо люди идут в Дом культуры, я хочу научиться танцевать. И когда ты не предоставляешь эту услугу, они раздражаются. Они находят либо частную, но частных тоже на всех не хватает. И, соответственно, тут всегда надо вот эта кружковая работа. На самом деле все равно это образование. Она всегда должна быть гибкая. У тебя этот год могут быть танцы, а через год население хочет что-то другое. Здесь надо успевать это реагировать. Но для этого, еще раз повторюсь, нужна социология, нужна аналитика. Ты все-таки должен чуть предугадывать, какую услугу ты дашь населению, потому что, еще раз повторюсь, население не формулирует. Это как-то происходит, как, не знаю, искра в двигателе внутреннего сгорания. О, хочу танцы, потому что по телевизору показывают. Или дочь хочет танцевать. И сразу ты должен эту услугу предоставить, потому что население не интересует. Они считают, что это должно быть. Следующий большой и тяжелый проект, который до сих пор продолжается, я уверен, что будет продолжаться, это создание пешеходных зон. Москва один из единственных городов, ну, если не брать крупные мегаполисы Соединенных Штатов, и то не все, это город без центра. У нас у каждого есть свой центр. Для меня там, может быть, это парк Горького. Для людей, работающих в мэрии Москвы, это Тверская-13, и площадь Юрия Долгорукого. Кто-то для кого-то пушит. Но, в принципе, у нас это, правда, город без центра. У каждого из нас свой центр либо от того места, где мы работаем, либо от того места, где мы учимся. То есть у нас нет общей городской площади, от которой все двигается и развивается. Поэтому наша задача была составить вот эти интересные, пешеходные, как мы их называли, тактильные места города Москвы, где чуть приглушается ритм бешеного города, где нет автомобиля, где вы можете пешком прогуляться или пробежать, где есть возможность потом проводить массовые мероприятия. Но все это большая работа. Кроме разработки пешеходных маршрутов, прогулочных и туристических, это две разные вещи. Прогулочные – это для нас с вами, живущих в городе, а туристические – это, если тебе туристу, надо быстро показать три достопримечательности, посадить его в автобус и дальше везти его в театр или куда. То есть это две разные вещи. Но для этого нужно разработать функционирование зонирования центральных пешеходных зон, определение места, где могут быть точки общепита и, соответственно, летние веранды, проведение мероприятий, точки для работы уличных музыкантов и многое-многое другое. Также, чтобы у нас не было на этих площадях некой эклектики, мы вводили даже новые стандарты летних веранд, летних кафе, включая согласование и создание определенного списка цветовой гаммы для зонтиков, карнизов и многого-многого другого, чтобы это выглядело в одном стиле. Вы как помните, что со всех этих мест была убрана реклама, была отдельно создана программа вывесок, чтобы они были аккуратны, и многое-многое другое. И даже в 2014 году появилась охрана на этих улицах. А дальше уже пошли выставки, ярмарки, фестивали, концерты, экскурсии. То есть наша задача была единственная, это создать условия. Мы сами где-то вначале проводили эти выставки, дальше к нам пошла очередь людей, которые говорят, а мы хотим это сделать, мы хотим это. И на самом деле бюджету города не надо было на это больше тратиться. Что удивительно, в какой-то момент, и сейчас я часто хожу по этим улицам. За первый год-два просто поменялась структура арендаторов, где-то даже собственников на этих улицах. Потому что, конечно, когда у тебя пешеходный магазин, то есть пешеходная улица, у тебя магазин может не работать, но какое-то кафе или какое-то другое магазин, другое направление, он будет работать. Нам, кстати, консультанты, будете смеяться, вот здесь если на той картинке, где педагогическая книга, магазин на Камергерской, они предлагали, мы не то что не услышали, мы не могли это делать, потому что мы не могли бы закрывать книжный магазин, и предлагали на этом месте открыть либо магазин Apple Store, ну настоящий, либо открыть, я вот не помню, какого-то модного, но дешевого бренда, типа Манго или еще что-то такое. Почему? Это тоже мне, когда они это рассказывали, я не понимал. Они говорят, по пешеходным улицам везде ходит молодежь, вам надо найти какой-то якорь, который молодежь бы туда приманивал. У молодежи денег не так много, у молодежи студенты, все кто может, но им нравится походить, посмотреть, они долго вот к таким модным покупкам относятся. То есть если вы сделаете магазин iPhone, они давали прогноз, а мы им верили, что в год посещаемость улицы вырастет на 2 миллиона человек, потому что люди пойдут потрогать, посмотреть, примерить какие-то джинсы. Я вот вспомню, как этот бренд модный назывался, его нету, он есть в торговых центрах, там КАДИ и везде, но его нету, что молодежь пойдет это смотреть. Вы понимаете, что 2 миллиона человек заманив, понятно, что будем считать, что у половины есть возможность выпить на этих улицах кофе. И это дает экономику всей улицы и в принципе всему району, а самое главное, что она создает ощущение жизни, когда молодые люди что-то гуляют, куда-то ходят или просто бренчат на гитаре или просто сидят на лавке. Это создает ту атмосферу, но сделать ее можно было только вот таким легким методом. Причем, если я сейчас опускаю, чтобы вас не загружать информацией по деньгам, как вы понимаете, что это не требовало никаких денег. Ты должен был с собственником здания договориться, чтобы он пустил это и начать эту работу делать. Мы не смогли это сделать в книжном магазине, сейчас, потому что этот книжный магазин был наш, под мэрией Москвы, и он входил в сеть книжных магазинов. То есть это у меня не было ни права, ни полномочий, ни эмоциональных сил закрыть магазин, который 50 лет на этой улице работал. Но принцип я консультантов на тот момент я услышал, и он мне понравился. Я сразу начинаю понимать, почему в больших городах на пешеходных зонах всегда есть какой-то такой вот флагманский магазин чего-либо, потому что он является огромным магнитом для населения, особенно если это гаджет. Дальше, когда появилась эта основательно благоустроенная часть города, а в принципе это не только же благоустройство, а просто это появились новые общественные пространства, потому что эти зоны стали пешеходными, улицы стали пешеходными, мы поняли, что мы можем проводить массовые мероприятия, которые не требуют, ну еще параллельно понятно, что благоустраивались парки, их там на тот момент около 60 штук было уже благоустроено, это я уже рассказываю там про второй год, наверное, моей работы в мэрии, мы поняли, что нам не надо больше перекрывать ни Тверскую, ни Садовая для массовых праздников. Во-первых, мы тогда не создаем пробки, мы не раздражаем москвичей, автолюбителей, которым надо, может, в субботу на дачу семью везти, а мы Тверскую перекрыли, потому что у нас, я не знаю, праздник не пойми чего, потому что люди живут в другом ритме и не успевают считать, сколько в России праздников. Поэтому мы решили, что нам надо сделать фестиваль, объективно, не прекращающийся, посчитав, что в течение года у нас 52 выходных, из которых надо выкинуть традиционные выходные, Новый год, 9 мая, 1 мая и многие, там, 7 ноября для многих это до сих пор праздник. И поняли, что надо сделать какой-то фестиваль, вот мы его назвали «Лучший город земли», взяв из песни Муслима Магомаева, что «Лучший город земли». И лето у нас было все расписано. У нас пятница, суббота, воскресенье все эти улицы гудели, качали, гуляли, с этими улицами повезло то, что, в отличие от Арбата, старого, это все улицы Неглинная, Кузнецкий мост, они все, там нет жилого фонда, то есть там, в принципе, круглосуточно можно гулять, никому не мешаешь, что люди так и делают. И где-то мы договорились с собственниками первых этажей, что они выгонят бары, стриптизы, то есть мы перепотрошили эту улицу, потому что содержание важнее хозяйства, которое было на этой улице. Ну и вот начался этот проект, который в последующем перерос в лучший город зимы. Ну а дальше появились уже фестиваль московского варенья и многое-многое чего. Я к чему-то был причастен, за что-то ответственность нести не готов. Вот. Дальше мы, это тоже была несложная на самом деле вещь, дальше мы попытались, так как Москва, конечно, обладает уникальными музейными коллекциями, встроиться в международные фестивальные движения. Есть огромная акция, она, по-моему, придумана в Берлине была и существует уже лет 40. Это ночь в музее. И мы договорились со всеми музеями подведомственного департамента города Москвы, что они подготовят заранее какую-то программу и на ночь откроют двери своих учреждений, чуть я не сказал заведений. Откроют своих учреждений. И вы знаете, это дало неимоверный эффект. Огромное количество людей пошло и стояло в очередях. С учетом того, что многие музеи, поверьте мне, они отнеслись без креатива, потому что они не могли на тот момент придумать. Они просто открыли тот музей, который каждый из нас с вами днем может прийти. Но вот это массовое, что ночь в музее, ночь в музее, ночь в музее, люди пошли. Многие пошли, конечно, по логике в центральные заметные музеи. А кто-то пошел в музей рядом с домом. Как вы знаете, в Москве есть музеи, вот у нас в подведомстве были, и русской гармошки, и наивного искусства, много-много, огромное количество, больше сотни музеев. Но люди в них пошли. Там буквально были вот эти вот музеи именно маленькие, они за одну ночь могли получить такое количество посетителей, как 50% от прошлого года. То есть люди пришли, там 500 человек простояло, а в такой музей, это, знаете, музей-квартира. Такой за год столько народу не придет. И следующая история была, это такое, если можно сказать привет из прошлого, вот это разделение, федеральные музеи, московские. Люди же смотрят телевизор, ночь в музее, все музеи в ночь с такого-то по такой-то будут работать бесплатно. Ну и люди идут в музей Пушкинский, в музей Востока, в Третьяковку. Они говорят, а мы не московский музей, это Малычок Капков придумал, идите вон отсюда. Но это можно сказать вот каждому из нас, и каждый из нас в принципе пойдет, куда его пошлет. Но когда эта толпа, которая пришла, которая увидела это по ТВЦ, по России 24, там, я не знаю, в интернете перечитала, и когда это тысяча человек, ты уже их так не пошлешь. Я помню, что часть музеев прямо вот день в день включилась в эту акцию, но я вас могу уверить, что в 2013 году все федеральные музеи сами попросились в эту акцию. И это сейчас живет и побеждает. И я радостно смотрю, как его большое количество начальников приезжает открывать эту ночь в музей. Но это ты сформировал спрос, поэтому я уверен, что это сам фестиваль, он будет продолжать работать и жить, и его уже не может никто ни закрыть, ни убрать, и даже перестав финансировать, он будет продолжать работать. Дальше, после вот такого успеха, который я вам рассказал про эту ночь в музее, дальше же в любой отрасли все равно есть конкуренция. Пришли библиотекарь, а мы почему? Вот мы же тоже можем сделать там библионочь, мы позовем поэтов, писателей, выставки, мы что-то начнем делать. А здесь же главное не мешать, я же сам не еду в библиотеку Достоевского придумывать что-то. Я говорю, конечно, делайте. И дальше, в зависимости от креатива, у всех что-то начало получаться. А так как это все-таки ну не по билетам, но хотя бы это все можно фиксировать, ну то есть по бесплатным билетам, то у нас появилась сразу статистика, зачем люди идут. А следующее, сейчас я уже могу говорить, для меня огромное потрясение было, мы начали проводить, это не социоопрос, а опросы в очередях люди. А зачем вы пришли, зачем? Большинство людей пришло, они отвечали, не выставку посмотреть, а пообщаться и увидеть своих. Ну потому что сложно представить, что какие-нибудь футбольные хулиганы окажутся на выставке, так же, как сложно представить наоборот. Поэтому люди вдруг увидели, что москвичи-то не такие, не суетные. И это большой, был, конечно, для меня большое удивление. Потом уже, когда через год или два начались вот эти вот митинги на Болотной, и люди в таком же эйфории были, ой, какие же москвичи есть. Я этих москвичей уже видел за два года для этого. Потому что каждый из нас, мы же все равно стараемся, там, глаза в пол, в метро, в машину, доехала. А потом, когда ты вдруг видишь людей, у которых какая-то близкая тебе история жизни или хотя бы взгляд на одно и то же, то ты сразу смягчаешься. Вот я видел всегда в этом роль культуры. Поэтому в какой-то момент мы себя уже перестали называть департаментом культуры внутри, а стали называть себя департаментом городской атмосферы. Наша задача была сделать город потише, потактильнее, помягче. Ну, а дальше история та же самая. Появилась ночь музыки, а мы хотим играть на скрипках. Играйте. То есть, знаете, честно говоря, это же люди творческие, им невозможно... То есть, если задал рамку и вот с музеями потренировался, то они сами хотят в этом участвовать. Дальше появилась ночь в театре, когда после спектакля вас пускали за сцены показывать. Те или иные акции, они были больше, меньше, но они появились. Ну, и в итоге уже, когда все сошлось в одно, все учреждения культуры от парков до театров захотели участвовать в так называемом мероприятии ночь искусства, когда любое учреждение культуры города Москвы один раз в году работает круглосуточно. Тоже живет и побеждает, и я очень горжусь этими проектами. Дальше, с появлением благоустройства и интересных парков, мы поняли, что москвичей, так как они все разные, и вкусы у всех разные, и каналы получения информации разные. Надо прекратить уже развлекать. То есть, надо перестать ставить на сцене артистов, надо просто отдать это пространство людям, и оно само как-то образуется. И так первое, что получилось, может, просто в силу какого-то психотипа, первые во все эти благоустройства, ну, о благоустройстве пришли спортсмены в той или иной форме. Мы бегать хотим, мы на лыжах хотим, мы кататься хотим. То есть, это какие-то были даже не общественные организации, это даже было, это какая-то, я не знаю, там, группа из Фейсбука. Вот мы бегали вот здесь, а теперь мы у вас можем бегать. Пожалуйста. Ну, и дальше какая-то эта процесса началась, а дальше они потащили сами за собой людей. Это же все равно такое советское нам начальство разрешило в парке Горького бегать. Да я и до этого не против был, бегайте и бегайте. Ну, здесь, знаете, тебя послушать, согласовать, и дальше этот процесс пошел, и следующая вещь, что мы уже стали строить эти беговые клубы, что в парке Горького, что в парке Олимпийской деревни, и в других других, чтобы люди могли кинуть свои вещи, переодеться, побегать и разойтись. И это удивительно стало для меня. То есть то, что я в парке Горького пробовал, мне казалось, что, знаете, это московская центральная такая штучка. Вот у нас йога, вот пинг-понг, вот бегать. Но это пошло, ну вот я не знаю, от Бутова-Ясенева до центра города. Это уже сейчас новая религия, и это уже появилась, в принципе, некая вот отрасль этого аудор-спорта. Когда есть уже тренеры, которые тебя учат, когда есть какая-то скандинавская ходьба. То есть это вдруг появились сообщества, ну уж точно одни из самых больших, ну из, если так можно сказать, из интеллигентных людей. То есть это прямо большие группы, везде есть, они что-то списываются, ездят, марафоны, какие-то благотворительные фонды стали бегать. Это как-то получилось само, я до сих пор не знаю как. Ну, наверное, я это оправлю, что просто появилась материальная база, появились чистые парки, и где можно бегать. Дальше, ну это такой уже мой, наверное, личный проект, мне всегда раздражали вот такие черные закрытые фасады в любом городе. А параллельно существует андеграунд-культура, которая готова и вообще просто за свои деньги с краской прибегут что-то разрисовать, тем более, если ты их попросишь. Но первое, что когда мы начали общаться с российскими граффитчиками, так как это все художники из-под поля, у них либо не пойми что, то есть жители не поймут, люди не захотят мимо такого забора ходить. Мы поняли, что первый год мы пригласим западных известных художников, которые предложим разрисовать фасады. Причем, как вы понимаете, не я и никто никогда не знал этих художников. Мы нашли, как это донести, и в принципе, здесь интернет нам был в открытую помощь. И я не знал, что такой ажиотаж есть, что есть такая прямо огромная группа художников. Они же на самом деле все равно художники, они просто любят рисовать на таком масштабе. И люди стали обращаться к нам, что мы готовы нарисовать. Вот Майя Плесецкая, Майя Михайловна, которая здесь нарисована, потому что многие мимо этого ходили, сейчас это уже называется сквер Майи Плесецкой, там ей памятник, это нарисовал аргентинский художник Эдуардо Кобра, который, когда начинал пять лет назад, он уже был достаточно известный, а сейчас он открывает четыре тысячи метров музей в Нью-Йорке. Он достаточно для художника молодой парень вот такое нарисовать. Он сам, когда мы это все объявили в интернете, выбрал, что он хочет нарисовать Плесецкую. Я потом у него спрашивал, а потом спрашивал у Майи Михайловны Плесецкой, Плесецкая в Аргентине известно, вот как два человека Гагарина Плесецкая. Она является символом, и он мне рассказывал, что он помнит, когда она приезжала туда, ему было там пять или семь лет, и как родители, вот как Гагарина выходили ее встречать. Она там мегазвезда. Он хотел нарисовать Майю Михайловну Плесецкую. Нарисовал у Майи Михайловны дома тогда, в Мюнхене, стояла фотография этой работы, сейчас там появился сквер и многое-многое другое. То есть здесь у нас точно не было мозг чиновника, мне кажется, и человеческий мозг. Должен быть устроен так, что не надо иметь свое мнение про что-то. Вот у тебя есть стена, скажи, вот нарисуйте, и вот появляется сам художник. Гонорар он никакой не взял, ну как масштаб, в такой Москве. У него и в Нью-Йорке есть много работ, которые уже охраняются государством. Вот там в районе Хайлайн-парка он много что делал и рисовал. Вот он нарисовал работу. Краску нам дали, честно скажу, спонсор. Мы на это не тратили. И еще дали вот вышку. Вот человек месяц это рисовал. А дальше мы уже научились граффити использовать в таких пропагандистских в хорошем смысле слова. То есть вот когда был там год российского живописи, вот появились граффити с Кандинским, потом были про книги. Там вот плохо видно, но там вот цирк, это около цветного бульвара, стена закрашена. К сожалению, сейчас этот проект уже становится более идеологическим и более пропагандистским. Но изначально я просто напоминаю, что он был таким. И он мне очень нравится. Вот. Дальше большой, интересный и качественный проект, который меня мучил еще когда я был директором парка Горького. Кто не помнит, Крымская набережная когда-то выглядела так. Вот здесь торговали картинами. И в принципе эта набережная всегда была парковкой для тех людей, кто приехал в обновленный парк Горького. А вся остальная территория это был парк вокруг центра ЦДХ и новой Третьяковской галереи. Поэтому мы сделали проект и приняли решение сделать это большой пешеходной зоной. Потому что зимой это здесь еще ставили снегоплавильные заводы и все это таяло и это было просто бессмысленно. И у нас появилась тогда идея сделать Крымскую набережную. И вот в сентябре 2013 она впервые стала пешеходной. И в 2014 году Крымская набережная стала популярным местом в городе Москве. С Крымской набережной очень интересно было, потому что все жители были против. Мы, когда сделали проект, я с ними встречал, все художники были против. Но в итоге все остались довольны. И больше того, при наличии Крымской набережной сейчас получается уникальный интересный проект. Нескучный сад, парк Горького, Крымская набережная, мост будет. Я верю, когда-нибудь в ближайшие несколько лет на Красный Октябрь. Дальше Третья Ковка. На Красном Октябре будет музей современного искусства, который финансирует Леонид Михельсон, крупный предприниматель. То есть получается такой интересный большой музейный квартал, который летом можно обойти пешком, либо объехать на велосипеде, потому что это вся пешеходная зона. То есть в Москве появляется променад. В принципе от Красной площади, от нового парка на месте снесенной гостиницы России, парка Зарядья, появляется большой пешеходный летний маршрут, где вы не столкнетесь ни с автомобилем, ни с чем, где вы можете просто приятно провести время. А если вы еще любите кататься на велосипеде, то везде есть парковки, и что самое удобное, вы сможете взять велосипед на Красной площади, а сдать его в парк Горького, нырнуть в метро и уехать. Ну, после таких заметных ярких проектов, все остальные парки, поверьте мне, что можно было уже печь, как хорошая хозяйка делает пирожки. У нас получился и Сад Баумный, и Парк Сокольники, и Парк Северный Тушино, и Сад Эрмитаж, и вот новые парки на пустырях, такие как Сиреневый Сад. То есть мы пошли уже в районы. А вот в принципе и все, что я хотел рассказать. «Парк rules» –